Украина! Город уже! Слава Украине! Город! Слава Украине! Смерть правом! Украина! Город уже! Украина! Город уже! Фиксадовка! Виксадовка! ВИДСТАВКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Собрались в таком большом количестве, чтобы показать нашу негативную оценку по отношению к власти. Но прежде чем начать, я хочу, чтобы все мы сейчас почтили память небесной сотни. Минутой молчания. Пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Растоптали те и люди, которые пришли к власти на чьей-то вере и на чьей-то боли. После революции достоинства все мы увидели тотальная фиаско всех наших ожиданий. Теми людьми, которые сейчас у власти. Которые топчат, топчатся на нашем достоинстве. Которые зарабатывают. Которые взяли поток. Которые проводят передел в сфер влияния с помощью олигархов. Но сегодня мы здесь собрались с вами. Не для того, чтобы кого-то поддержать. Мы здесь собрались для того, чтобы иметь возможность жить в свободной стране. Мы сегодня собрались здесь, чтобы бороться за свою честь. Мы все прекрасно видим. Люди, которые власти абсолютно никаких изменений не хотят. Того, что каждый раз, каждый месяц мы с вами получаем платежки за тарифы, которые абсолютно ничем не обоснованы. Потому что регулятор только один. Ренат Ахметов. Который стал главным бизнес-партнером Петра Порошенко. Неужели недостаточно того, чтобы выйти сюда, когда буквально недавно, несколько дней назад, бандита, мэра Одессы, взял на поруки народный депутат от БПП. Известный в мире преступник, киберпреступник, которому в США грозит чуть ли не пожизненный срок. Народный депутат Голубов. Это ли не плевок нам в глаза, в лицо? Но неужели недостаточно того, чтобы мы вышли сюда, когда ветеранов АТО, которые пришли на суд над Трухановым, избили тетушки, жестоко избили. Не выходили ли мы с вами на Майдан во время революции достоинства, когда избили студентов? Мы выходили. Так вот, друзья, сейчас избивают ветеранов АТО. И мы выходим вместе с вами. Сейчас все мировое сообщество смотрит на нас. Международный валютный фонд, Европейский союз, Госдепартамент, США одноголосно заявляют, что наше правительство саботирует борьбу с коррупцией. Что наше правительство не проводит абсолютно никаких реформ. Неужели мы с вами не хотим жить в нормальной стране? Неужели мы не хотим, чтобы наши дети имели достойное образование? Чтобы мы, пока они ездят на Сейшел, пока они ездят на Мальдивы, покупают там острова, чтобы мы могли и имели возможность посмотреть мир. Неужели мы не достойны этого? Но нет, им плевать. Им плевать на все это. Почему? Потому что ни МВФ, ни Европейский союз, ни Госдепартамент США не будет осуждать правительство за то, что мы с вами плохо здесь живем. Потому что пока мы с вами молчим, пока мы не выходим на улицы, со стороны кажется, что у нас все хорошо. Нас устраивает эта система. Нас устраивает эта власть. Это правильно, друзья? Нет. Банду-хей! 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 Поэтому, друзья, исключительно все зависит от нас. И все в наших руках. Только мы сможем что-то изменить. Я уже не говорю о том, что происходят тотальные преследования гражданских активистов. Всех нас здесь стоящих. Я уже не говорю о том, что в циничной и очень изощренной форме похищают, дергая за волосы дважды президента, успешной страны, реформатора номер один в течение пяти лет. Страны, которая была самой коррумпированной на постсоветском пространстве. Но во время президентства Михаила Саакашвили она занимала, она входила в 10, в топ-10 по восприятию коррупции. Она входила в пятерку по свободному ведению бизнеса по рейтингу «Doing Business» Мирового Банка. Украина занимает 80-е место. Украина занимает 130-е место по восприятию коррупции. Мы первые по коррупции в Европе. Если мы не объединимся, если мы не будем выходить, если мы не будем держаться вместе, представьте, что могут сделать с каждым из нас, если так поступают с человеком, у которого геополитический статус в мире. Так вот, они будут пытаться сейчас фальсифицировать выборы. Они будут давать нам новые обещания, что вот действительно мы сейчас точно заживем по-новому. Сейчас точно все будет хорошо. И пенсии будут в три раза больше. Они будут подкупать. Они будут давать гречку. Но мы не должны становиться на грабли. Одни и те же грабли снова. Мы должны делать осознанный выбор уже здесь и сейчас. Потому что мы прекрасно понимаем, никто из них не хочет абсолютно никаких изменений. Вы думаете, Аваков, который крышует весь преступный бизнес, хочет изменений? Вы хотите сказать, что генеральный прокурор Луценко, который покрывает все эти преследования, хочет изменений? И покрывает все эти потоки, хочет изменений? Вы думаете, что глава фискальной службы хочет изменений, когда у него только с Одессы на коррупционных схемах уходит в карман 10 миллионов долларов в день? Вы хотите сказать, что они хотят изменений? Вы хотите сказать, что Порошенко, который контролирует всю эту вертикаль, кланово-олигархическую, хочет изменений? Так вот, нет. И наше самое главное требование сейчас – это не импичмент, это отставка! Друзья, я очень благодарен, что именно в Харькове мы смогли собраться такой численностью. На нас смотрят со стороны. Я уверен, они будут к нам присоединяться. Потому что только мы сможем что-то изменить. И сила наша в единстве. Слава Украине! Слава! Смиральulkизма! Визволенням поддержит эту IQ за импичмент президента. За эти четыре месяца, что ветераны войны стоят под радой. Я хочу сказать, что это не просто ветераны войны. Там есть люди, также передают Медируя Героя. Также там есть комбаты. Вы все, мабуть, видели, как ветеранов выкрадали, как их вывозили в Маріуполь и проводили над ними суд. Это люди, которые защищали нас и которые вышли на мирную акцию протеста. У них нет никакого оружия. Наметное место очень хорошо охраняется. Это люди, которые вышли вимагать от нашего парламенту и нашего президента выполнять то, что они должны. Это их работа. Но мы видим, что, на жаль, этого не происходит. Я вспомнила слова Тараса Шевченко, который сказал, что не однако мне, как в Украину злые люди присплять лукавые. И в огне ее окраденою сбудят. Ох, не однако мне. Вы знаете, харьковане, Украина уже в огне. Мы это видим. Поэтому мы должны просипаться. Просипайтесь, украинцы. Вы знаете, очень часто скептики спрашивают, а что дальше? Что после отставки? Кто дальше прийдет? Такой саменький. И я хочу вам сказать на это. Мы с вами должны объединяться. Украинское общество. Мы должны быть сильными. Мы должны дать отсеч. И чтобы эти люди, которые хотят прийти, чтобы грабить нашу Украину, чтобы эти люди, чтобы они сломали себе зубы об нас. Украинцы, мы должны объединяться. Мы должны быть сильными. Дякую. Слава Украине. Гарьки, вставай! Гарьки, вставай! Гарьки, вставай! Гарьки, вставай! Гарьки, вставай! Гарьки, вставай! И они гинули не за какие-то там фотографии или памятники. Им это не нужно было. Им нужна была сильная Украина. Сильная, единая, экономически мощная, а не такая, как сейчас. Мы не сняли их светлые сподевания, не смогли додать эту владу. Додать, чтобы она выполнила те требования, которые были поставлены тогда. Сейчас мы должны начать это с начала. Сначала. Начать бороться. Начать объединяться. У нас есть проблема в суспільстве. Это разкол. Разкол в суспільстве связан с политическими, скажем так, партиями. У нас чомусь, у людей, найголовнейший політична ценность, ніж державні ценности. Мы должны объединяться вокруг государственных ценностей, вокруг Украины, а не вокруг политических партий. Это не главное. Незалежно от того, член якої партії есть, был или будет, он член суспільства, он украинец, и он должен добиться изменений. Суспільство должно диктовать политикам, что они должны делать, а не политики формировать эту повестку. Только суспільство. Для этого мы должны быть единственными. Мы должны выходить и требовать, выходить массово, и понимать один одного. И разные партии, и национальный корпус, и свободу, и правый сектор из националистического крила. Я сам за поглядами националист, я колишний член свободы. Но я вышел из этой партии чисто потому, что она без действий, потому что нет антисистемных выступлений от нее. Я с радостью буду приедутись до акций будь-яких политических партий, которые будут выступать и бороться с этим режимом, с этой системой. И закликаю вас всех так же. Если есть акция, партия организована, не партия, вы выходите и требите свои. Вы должны это требовать каждого раза. И тогда мы сможем жить в нормальной стране. И тогда мы выполняем не требования, а надеяться, надеяться загибших героев Небесной Сотни. Нашему гаранту, что до сих пор льется кровь. А не стыдно ли нашему гаранту, что наши ребята содержатся на 30 гривен в день питания. Это первое время чумы. А не стыдно ли нашему правительству, когда людям не за что просто платить, им просто не за что жить. И вы знаете, мне очень жаль и мне очень стыдно на самом деле, что сейчас у нас происходит. Ведь отчасти в этом виноваты мы сами. Виноваты потому, что не вышли. Виноваты потому, что не сказали. Потому что побоялись. А чего еще бояться? Куда еще дальше? Молчите. Вы не можете ответить? Чего еще можно бояться? Дальше некуда. Правительство, которое выбрано, ну, нами, наверное, или которое пришло, оно не достойно быть нашим правительством, быть правительством Украины, украинцев. Вы знаете, я когда пришла, видела людей, которые были на площади, мне показалось, как будто бы мало. И меня немножко это опечалило. Но я сейчас вижу очень много людей. Людей, которые разделяют наши взгляды. Людей, которые поддерживают нас. И поэтому это вселяет надежду, что Украина будет новая. Так как жить по-новому не всем посчастило. Но мы должны сделать новой Украину. Сильной. Сильной правовой. И Украину, куда хотелось бы ехать. И где хотелось бы жить. Слава Украине! Поблагодарить каждого из вас, кто пришел сегодня поддержать нас. Каждого, который, прежде всего, доказал самому себе, что он не смирится с действующей ситуацией. Он не смирится с сегодняшней бедой, которая настигла нашу Украину. За это вам огромное спасибо и низкий вам поклон. Я вижу ваши глаза. И мне на душе становится теплее. И я понимаю, что не все у нас потеряно. Вместе мы сила. На сегодняшний день действующая власть загнала нас ниже Плинтуса. Ниже на дно. На дно нищеты. На дно бедствия. И самое главное, она поставила на народе Украины клеймо рабы. Наших родителей заставляют жить на пенсию, которая меньше минимального прожиточного минимума. Разруха, которая приносит смерти в каждой семье и беду, что это нормально, что в этом в аду можно жить. Эта власть загнала нас в рамки безысходности. Она заставила нас отказываться и отворачиваться друг от друга, не подавая руку помощи. Веру в то, что народ самой богатой, ресурсно, самой красивой страны Европы может жить лучше. Она забрала у нас веру. Украинцы, очнитесь. Страна гибнет. Никто, кроме нас, не сможет вывести ее из страшной пропасти. Никто. Никто нам не поможет. Я вас очень прошу. Поддерживайте. Выходите. Боритесь. Только мы сможем вернуть нашу Украину и сделать самой прекрасной, которая есть во всем мире. Слава Украине! Парков вставай! Не Кучма, не Янукович, а этот тем более. Сейчас нам грозят выборы, будут они внеочередные или они будут очевидные, все равно они будут. Поэтому я призываю, люди, выбирайте по делам их, а не по обещаниям. Обещают они очень много и очень хорошо. А какие дела? Нема дел. Поэтому, как в Библии сказано, смотри по делам их. Поэтому обязательно поинтересуйтесь, что сделал для людей кандидат. И только тогда ставьте свою подпись. Иначе мы и не выберемся. Слава Украине! Слава надается Владимиру Заболотову. Сейчас на Донбассе. Не для того, чтобы он устраивал себе мальдевские каникулы. Не для того, чтобы аморально вести себя. Он мог отвезти 5 интернатов, 5 детдомов, знакомых. Он мог дать радость детям, но он подарил эту радость себе и своей семье. Мне стыдно, что у нас есть такой порошок. Я хочу подякувать людям, которые приехали. Вторым ребятам открыли без виз. Они сейчас в Польше, они сейчас в Словакии, где угодно на тяжелых работах. Живут в квартирах по 10-12 человек без жены, без ребенка, как одинокие рабы. Их сейчас с нами тоже нет. И вот почему я не вижу молодежь, их выдавили из страны, как говорил Михаил Саакашвили. Вот таким хитрым способом. Да, они там зарабатывают, но они не могут стать с нами плечом к плечу и за свою страну бороться, чтобы работать здесь в виде своих родителей, которым 60-70 лет, помогать им, просто приходить в гости, рожать здесь детей, а не там. Все мои друзья, которые в Польше, они сюда сейчас не приедут. Говорят, зачем? За какие копейки? А теперь, когда я помудрял уже второй или третий раз, я защищаю людей в судах. Их выкидывают из квартир. Вы знаете, что такое валютный кредит? Слава Богу, те, кто не знают. Мы много месяцев готовили закон. Мы его в Верховную Раду отдали. Он вместо двух чтений проходил три чтения. И когда депутаты за него проголосовали, прыгая на стуле Порошенко, это в Ютубе вы увидите, его заветировал. И теперь мы вынуждены забираться в группы и отстаивать наше жилье у коллекторов, которые срезают замки, самовольно, без решения суда, выбрасывают людей с детьми. Свидетели вот тоже пришли сегодня, вот рядом с вами стоят. Это было не просто разочарование. Это было просто... Это было... Вот почему мы должны помудрить? Да, нас обманули. Да, нас больно обманули. Но мы, имея жизненный опыт, не можем сейчас просто сдаться и отдать свою страну. Сколько будет сил, столько мы будем сюда выходить. Кому не нравится риторика Михаила Саакашвили, это его личное дело. Вы выходите не за него, но он человек, имеющий несколько образований, всегда говорит грамотные вещи, и он не барыга. Вот почему я здесь. И он за границей сейчас, но мы его представители. И мы свою страну не отдадим. Нету счастья жить за рубежом, таскать ящики, жить по 12 человек за 500 евро даже. И не видеть родных. Слава Украине, надеюсь на вас. Держите, идите за вину. Я с тобою, моя Украина.